Топ самых необычных беспилотников Их начали использовать как оружие войны, но очень скоро они завоевали и гражданский рынок. Как нетрудно догадаться, речь сегодня пойдет о беспилотных летательных аппаратах. Причем не обыкновенных, а самых необычных из числа тех, которые ориентированы на решение мирных задач. Плавающий дрон Навиатор. Именно так называется удивительная разработка, представленная в этом году. БПЛА создан командой инженеров из Радгерского университета США. С виду это обычный, ничем не примечательный квадрокоптер, но данное впечатление обманчиво. Дело в том, что аппарат может с одинаковым успехом плавать под водой и летать в воздухе. Причем для смены режима не нужно вносить в конструкцию какие-либо переделки. Аппарат после подводного путешествия может мгновенно взмывать в небо. БПЛА с очками виртуальной реальности Дополненная виртуальная реальность становится все ближе к нам с каждым днем. Обратили на это свое внимание и американцы из Advanced Robotics. Представивший в 2015 году новое творение. Перед нами квадрокоптер Flybe, в комплекте с которым будут поставляться очки виртуальной реальности. Оператор в режиме реального времени будет получать изображение с камеры БПЛА и таким образом сможет парить над землей как птица. Все происходящее записывается с высоким разрешением Full HD. А управлять камерой можно просто поворачивая голову. Весит Flybe немного, 1 килограмм. При этом он может парить в воздухе 25 минут и находиться на удалении 2 километров от оператора. Беспилотник-браслет для селфи Малыш Никси – один из самых миниатюрных БПЛА, но он уже наделал немало шума. Концепт был представлен в 2014 году коллективом Team Никси. Дрон участвовал в конкурсе Make It Wearable, который организовала корпорация Intel. Причем не только участвовал, но и принес своим создателям победу, а также денежный приз в размере 500 тысяч долларов. Суть конкурса заключалась в разработке мини-дронов будущего, которые сменят существующие образцы БПЛА. Никси – это беспилотный аппарат, весящий около 200 грамм и в развернутом состоянии занимающий площадь, сравниваемая с площадью обычного листа. Но главное не это. Для Никси не нужны сумка или рюкзак. Аппарат можно носить в качестве браслета прямо на запястье. Он отличается легкостью, надежностью, отсутствием шума и относительно низкой, в сравнении с другими БПЛА, ценой. Беспилотник также позиционируется как продвинутое устройство для селфи. Отметим, что еще до объявления результатов конкурса БПЛА привлек немало внимания СМИ. Так что его производству, очевидно, ничего не помешает. Дрон, который можно трогать. Беспилотные аппараты проникли во все сферы жизни и вскоре их можно будет видеть буквально везде. Но в случае с обычным квадрокоптером есть одна проблема – его лопасти могут поранить вас, а сам аппарат при столкновении придет в негодность. Решить этот вопрос предлагают бельгийские инженеры, начавшие сбор средств на производство своего детища аппарата ФЛЕЯ. Главная особенность БПЛА заключается в спрятанных внутри круглого корпуса лопастях. Таким образом, аппарат можно трогать рукой и при этом не опасаться ни за себя, ни за сохранность беспилотника. Вес ФЛЕЯ составляет 450 грамм, а диаметр равен 23 сантиметрам. Дрон оборудовали акселерометром, гироскопом, магнитометром, датчиком оптического потока и GPS. Он может находиться в воздухе до 10 минут, а его скорость при этом может достигать 15 км в час. Камера способна снимать видео с разрешением Full HD. Внутри автономного летающего дрона находится процессор ARM Cortex A9 и 512 МБ оперативной памяти. Создатели использовали для управления БПЛА операционную систему Linux. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Увидимся!